Анатолий Морозов, кандидат в мастера спорта. Возглавлял одно из сильнейших предприятий Брест Газоаппарат. В 2010 году был удостоен премии «Человек-года» в номинации «Промышленность». В прошлом – один из организаторов новогоднего турнира по боксу в Бресте. Его жизнь оборвалась в 2017 году. Для увековечивания заслуг Анатолия Васильевича спортивной общественностью города принято решение о проведении ежегодного турнира, посвященного его памяти. Сегодня мы проводим пятый международный турнир, посвященный имени Анатолия Васильевича Морозова. Человек, который сам любил спорт, занимался боксом и, конечно, поддерживал его на разных этапах. Я уверен, что турнир будет на хорошем профессиональном уровне построен. Самое главное – ребята смогут обменяться профессиональными своими навыками и завести новую дружбу. Поэтому хочется пожелать нашим спортсменам, прежде всего, конечно, спортивной удачи. Тренерскому штабу хочется пожелать именно правильной выбранной тактике, зрителям больших впечатлений и эмоций, но и всем нам хорошего спортивного праздника. На турнир приехали более 150 спортсменов, представляющие регионы Белоруссии и Архангельскую область, Россию. Пожелав участникам удачи, Вадим Кравчук подарил боксерские перчатки организатору турнира Виктору Аножко. В глазах ребят готовность к выходу на ринг, а у организаторов и тренеров гордость за своих учеников. «Скажу по тому году, четвертому турниру, который мы проводили здесь же в эти числах примерно, то конкуренция была там две команды с России и составила довольно такую большую конкуренцию нашим ребятам. А там увезли много медалей и здесь было. Так что мы поделились, поровну было, все хорошо». «У меня тренируются вот именно эти ребята достаточно давно, уже лет пять, наверное, мы с этой командой работаем. Ребята хорошие, поучаствовали на северо-западе, один мальчик у меня поучаствовал на первенстве России, был пятым, включен в резервный состав сборной России. Поэтому работаем плотно, занимаемся шесть раз в неделю». Упорные тренировки, сила воли, боевой дух и стремление к победе. Участники готовы были побороться за звание лучшего. Для них это не просто боксирование, это цель. И у кого-то даже личного характера. «Этот турнир перед днем рождения моей мамы. Я хочу выиграть, чтобы получить эту медаль, причем перед Новым годом. Это как уже смысл жизни здесь мой. Для меня, значит, 9 лет – это не потраченных. Типа мне нравится этим заниматься, я люблю боксировать». «Мы приехали, сегодня у нас боев нету. Думаем, завтра будут сильные соперники и покажем свой класс, для чего мы готовились». «Бокс – это искусство нашей жизни». К сожалению, не все показывают высокий результат, но это спорт и здесь даже при неудачах важно уметь понять ошибки, чтобы добиться дальнейших побед. «Я был не уверен в себе сильным. Будет опыт. Буду всегда теперь верить в себя. Ну и руки держать повыше. В следующий раз буду уже лучше. Моя цель – поддержать своих ребят, чтобы они все-таки победили». Скорость, количество ударов и комбинации, атакующие оборонительную технику боксирования ребят, как всегда, оценивали судьи. «На данном турнире боксируют победители первенства Республики Беларусь, участники чемпионатов Европы среди школьников и многие призеры, серебряные медалисты, бронзовые медалисты, первенства Республики Беларусь. А это говорит о высоком уровне данных соревнований». Впереди еще три соревновательных дня. Победа и поражение, как сказали спортсмены, не главное. Главное – извлечь для себя опыт.